Друзья, всем привет, всем добрый вечер, дамы и господа, с вами Севен. Мы продолжаем рубрику булитов НХЛ-22 среди команд континентальной хоккейной лиги. Мы уже, друзья, с вами записали один ролик, где среди четырех команд континентальной хоккейной лиги, которые находятся на первых позициях своих дивизионов, выяснили там, кто из этих команд лучше выглядят в булитной серии. И этой командой, друзья, оказался Салават Юлаев. А сейчас, друзья, будем определять, кто же из четырех команд, которые находятся на самых последних позициях своих дивизионов, кто же из них лучше на данный момент в НХЛ-22 выглядят в булитной серии. Четыре команды, которые находятся сейчас на последних позициях своих дивизионов, это Адмирал, китайский Кун Лунь, Рижская Динамо и, лично для меня удивление, это Подольский Витязь. Заранее хотел сказать, если вы не посмотрели прошлую булитную серию, обязательно посмотрите ее здесь по подсказке, обязательно поставьте лайк, ребят, мы набрали там больше 50 лайков на этом ролике. Я также вас прошу это сделать. Ну что ж, давайте начинать, погнали. У нас первые команды, первые две булитные команды, это китайский Кун Лунь и Адмирал из Владивостока. В воротах Адмирала, друзья, будет стоять сегодня Серебряков, в воротах китайской команды Кун Лунь сегодня будет стоять Смит, в принципе, те самые голкиперы, которые защищали в прошлом матче ворота своих команд. И у нас первый бросок от Индершиса, ветерана команды тоже. Не смог он переиграть в первом броске голкипера. Тут бросает уже Брэндон Ипп, судя по всему, да? Бросал только что по воротам. И, как обычно, у нас очень быстрая булитная серия. Кестнер забивает эту шайбу. Надеюсь, я правильно произношу эту фамилию Джош Кестнер. Забрасывают шайбу на раскачке. Все красиво сделал и переиграл Смита здесь, в этом булитном броске. И у нас снова бросает игрока китайской команды Кун Лунь. Это фу, судя по всему. Опять же, если я правильно произношу фамилию, не смог реализовать здесь свой бросок. И пока 1-0 ведет в булитной серии Адмирал. Еще один бросок от игрока Адмирала. А вот здесь уже переиграть не получилось голкипера китайской команды Кун Лунь. Иппу. Прошу прощения, значит, я там ошибся. Вот сейчас Ипп только бросает по воротам. Серебрякова снова не могут переиграть здесь игроки Кун Луня. И что у нас? Практически последний бросок сейчас будет. Мнукиан. Нужно переигрывать Смита и уже заканчивать эту булитную серию. Так, что у нас дальше? 63-й номер. Сможет ли переиграть? Но Серебряков выше всяких похвал просто здесь действует. Так, Гореев. Если сейчас забивают, то все, булитная серия. Заканчивается, но он этого не делает. Последняя попытка от Кун Луня. Верек. Будет бросать. Нужно переигрывать. И он не переигрывает Серебрякова, ребята. И тем самым Адмирал, друзья, в гостях. У нас в первой булитной серии переигрывает китайскую команду Кун Лунь. И выходит в финал здесь у нас в нашем мини-турнире в НХЛ-22. Давайте переходить к Рижскому Динамо и к Подольскому Витязю. Если, друзья, вы еще вдруг не видели, то вот именно так выглядят формы Рижского Динамо и Витязя здесь в НХЛ-22. Видим, что у Рижского Динамо ни одного игрока Х-фактора даже нет. У Витязя же, друзья, мы видим, что тоже нет игроков Х-фактора. Но все равно есть хотя бы Оя Мяки и Одет, игроки, у которых есть дополнительные показатели. Давайте переходить к булитной серии. Гудочек или Гудачек все по-разному называют. Этого голкипера сегодня будет стоять в воротах Рижского Динамо. И Илья Ежов сегодня будет стоять в воротах Витязя. У нас Алтанин уже первый булит исполняет. И Гудочек здесь переиграть не смог. Давайте я буду называть его именно так. Так, у нас первый бросок уже от игрока Рижского Динамо. Это Дарзинь сможет ли переиграть Ежова? Нет, в принципе, очень похожие броски получились и у того, и у другого игрока. Следующий бросок снова от Витязя. О, Дет, сможет ли переиграть он Гудочека? Убирал здесь на неудобную руку, но опять же переиграть Гудочек не смог. Бросок от игрока Рижского Динамо Шинкарюк. Неплохой бросок получается у игрока Рижского Динамо. И впервые в этой булитной серии выходит вперед Рижская Динамо. Смотрим повтор момента. Отличный кистевой бросок получается у нападающего Риги. И, собственно говоря, Рижская Динамо, как я уже и сказал, выходит вперед. У нас О'Ямяки должен сравнивать счет в этой булитной серии. Обычным броском попытался пробить он Гудочека, но этого сделать не смог. Лоритто будет исполнять следующий бросок. 1-0, напоминаю, пока Рига ведет. И, в принципе, все очень классно он здесь сделал. И смог на неудобную руку перевести шайбу. Но забросить не смог Малыхин. Малыхин также неудобно убирал здесь. В принципе, очень похожи броски, что у того и у другого. Ох, прошу прощения, этого фамилия произнести не смогу. И между ног шайба, ребят, проходит. И это, в принципе, все, ребят. Рига вот так вот быстро одерживает победу против Подольского Витязя. И выходит в финал, ребят, нашей булитной серии, нашего мини-турнира, где будет встречаться с Адмиралом. Смотрим повтор момента. Между ног Илью Ежову шайба. Это проходит, ребят. Давайте смотреть матч за третье место, где будет встречаться Кун Лунь и Подольский Витязь. В первых булитных сериях, ребят, Витязь выступал в гостях, а Кун Лунь играл дома. Сейчас я решил поменять их местами и, собственно говоря, показать вам и хозяйскую форму, форму хозяев и форму, собственно говоря, гостей. Вот так вот они выглядят. Давайте переходить к булитной серии. Матч, друзья, за третье и четвертое место между командами Витязь и Кун Лунь начинается прямо сейчас, ребят. Напоминаю, эти команды находятся на последних местах в своих дивизионах. И у нас Вонг уже пытается переиграть Илью Ежова, но не получается это сделать. И первую свою попытку реализовать номинальные гости не смогли. Алтанен, что придумает на этот раз? Алтанен делает раскачку. Ну и как хорошо здесь выручает свою команду Смит, ребят. Попытка поинтереснее, конечно, была у Алтанена. Фу, идет к воротам. Сможет ли переиграть? Неплохо опять же все делают боты. Очень мне нравится, как они пытаются забрасывать. Я уже много раз об этом говорил, что здесь намного интереснее смотреть булиты. Это у нас Малыхин, судя по всему. Или ОДЭД. Судя по всему, именно как раз-таки второй вариант. Тоже не смог реализовать. У нас пока нет заброшенных шая. Брэндон Иип. Сможет ли переиграть? Ну, в принципе, все. Они все делают, все классно. Но в самый последний момент что-то идет не так. А вот это как раз-таки Малыхин, судя по всему. А нет, это Оя Мяки. Бросок отличный. Кистевой. Но опять же здесь парирует его Смит. Пу. Пу. Сейчас забросит. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, пу. Пу. Надо уже, ребят, сбивать уже четвертую попытку. Использует китайская команда Кунгунь. А вот и Малыхин, 98-й номер. Переигрывает тонг галкипера, ребят. И что у нас? Сейчас у нас получается последняя попытка у Витязя. Я так понимаю. Если сейчас не забрасывает Кунгунь, то он проигрывает. Если забрасывает Кунгунь и не забивает Витязь, то у нас дополнительные булиты. Нет, не получается этого сделать, ребят. И Кунгунь у нас занимает четвертую позицию. На третьем месте у нас остается Витязь. Вот так вот среди этих двух команд расположились места, ребята. Давайте переходить к финальной булитной серии, где будет встречаться Адмирал и Рижская Динамо. Опять же, ребят, поменял я местами команды. Можем уже видеть домашнюю команду Адмирала и гостевую от Динамо Риги. Кстати, я ведь совсем забыл показывать вам формы. И как раз таки вот в этой рубрике я постараюсь вам максимально показать все формы континентальной хоккейной лиги. Давайте переходить к финальной булитной серии. Кто же, друзья, кто же займет все-таки первое место среди этих четырех команд? И у нас первая начинает Дарзинч, игрок Рижского Динамо против Серебрякова. Переиграть не смог, ребят. Не смогли открыть счет нашей булитной серии игроки Рижского Динамо. Индершист, тоже латвиец, между прочим. Ну, в принципе, очень похожий бросок получился. И Гудочек здесь очень легко с ним справился. Шинкарюк. Опять, надеюсь, я правильно произношу. Точнее, ставлю ударение. Но здесь совсем что-то непонятное решил придумать игрок Рижского Динамо. У нас это Кэстнер, судя по всему. Да. В прошлой серии он забросил, насколько я помню. Убирал на неудобное, но переиграть Гудочек не смог. Смотрим дальше. Лорито. Он, кстати, тоже, по-моему, забросил шайбу. Лорито сможет переиграть. Но, опять же, очень похожий бросок получился у Лорито. Очень пока одинаково действует и та, и другая команда. Бросок от 73-го номера. Но, опять же, неудобный. И пытается переиграть голкипера. Но не получается этого сделать. Бросок от Рижского Динамо. Четвертый Буллит. Но неплохо Серебряков очень эффектным сейвом все это здесь делает. Так. Ну, опять обычный кистевой бросок. Это Манюкян, судя по всему, был. Радил. Вот до кого мы дошли. Радил. Радил. Ну, очень бесхитростно действует Радил. Если сейчас Адмирал забьет, то все, Буллитная серия заканчивается. Адмирал занимает первую позицию. Гореев нужно забивать. Нет, не смог переиграть. У нас дополнительные броски. Ребят, начинается очень интрига такая. У нас как раз-таки, которая нужна. Переиграть получится ли? Нет. Ну, опять. Очень бесхитростно действует. Вот где раскачка-то. Так, это у нас Ушенин. Почему они до этого не бросали, я не понимаю. Ушенин забивает шайбу. И приносит, ребят, победу Адмирала в этой Буллитной серии. У нас получается Адмирал первое место. Динамо Рига второе место. И кто там у нас? Я забыл уже совсем. Блин, ребят, я забыл, кто там занял третье и четвертое место. Вот так вот, друзья, сложилась наша Буллитная серия среди команд, которые занимают последние места в своих дивизионах. Надеюсь, вам этот ролик обязательно понравится. Обязательно влепите лайк. Ребят, подпишитесь на канал. Стараюсь для вас сделать топовый контент по КХЛ в НХЛ-22. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какие команды вы хотели бы видеть дальше. Я вижу все ваши сообщения, стараюсь на них отвечать. Я вижу, что вы пишете про многие команды. Надеюсь, в дальнейшем, ребят, если эта рубрика вам зайдет, мы будем играть и с другими командами. Всем до скорых встреч, ребят. Всем пока.